который также отвечает за подсчет освещения и других вычислений, связанных с визуализацией. Таким образом, результаты вычислений Vue 0 плюс FPU могут быть как данными для визуализации сложных моделей персонажей или средств передвижения, так и всей базовой информацией о сцене, достаточной для обновления каждого кадра игры. То есть это и данные о камере, и данные о перспективе, и данные о законах движения, таких как анимация и физика. Ну что, все все поняли? Ну, на самом деле, не требуется понимать всего, главное это все-таки игры. Главное, чтобы в них было интересно и хорошо играть. Главное, чтобы они получались красочными, яркими, но интересность все-таки важнее. Я буду это управлять еще очень добрые. В любом случае, что нужно понять в качестве вывода из строения процессора и видеоподсистемы этой приставки, и это мы еще затронули пока только эти две подсистемы, ведь есть еще звук, вот вывод и так далее. Это то, что очень часто люди говорят, вот там вроде всего 300 МГц процессора и 150 МГц в видеокарте, почему же тогда эмулятор этой приставки так медленно работает для пуси или для какой-нибудь другой более мощной приставки.